Почти 87. Таков процент выполнения показателей национальных проектов в Ульяновской области за 2019 год. В регионе подвели итоги реализации стратегических задач. Заседание Президиума Совета по реформам, национальным и приоритетным программам при губернаторе, состоялось на этот раз в новеньком лицее номер 101. Ну, Сергей Иванович уже говорил о том, какой у нас уровень кассового исполнения. Правда, мы с Минфином несколько разошлись в оценках. У нас Минфин 27,7 показывает, да? У нас чуть меньше получилось. Но это пока предварительно на итоге. Тем не менее, много это или мало? Значит, это достаточно высокий показатель, если мы будем сравнивать себя с регионами России. Одни из самых лучших результатов по всем показателям в регионе по национальному проекту «Культура». Так, в 2019 году построены два сельских ДК, создан виртуальный концертный зал Димитровграде, открыты 20 модельных библиотек. В 2020 году, как заверяет министр, в регионе темпы не упадут. Дома культуры обретут жители села Никольска на Черемшане, Меликесского и Красный Яр Чердоклинского районов. В регионе заработают еще три библиотеки нового типа за 20 миллионов рублей. 650 миллионов пойдет на строительство школы искусств Димитровграде. В контексте послания президента Российской Федерации из выделенных 8 миллиардов рублей на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами начинаем принимать участие в этой программе. Это для нас будет первый год. Мы получим на более чем 17 миллионов рублей из федерального бюджета плюс 3 миллиона софинансирования. Мы получим музыкальные инструменты и оснастим 4 образовательные организации. Весьма обнадеживающие результаты в части нацпроекта образования. Для 1100 детишек построили новую школу в микрорайоне Искра, тот самый 101 лицей. На базе 29 школ открыты точки роста. Это сеть федеральных центров просвещения цифрового гуманитарного профиля. Они нацелены на освоение школьниками новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Так во время учебного процесса центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоение таких предметов, как информатика, технология и ОБЖ. Общий объем средств, который был направлен на строительство и оснащение школы оборудования из бюджетов разных уровней, почти 1 миллиард рублей. Или конкретно 933,5 миллиона рублей. В том числе 178 миллионов рублей на оснащение лицея оборудования. Работа по 9 направлениям велась по нацпроекту здравоохранения. В новом формате с капремонтом, открытой регистратурой и колл-центром заработали 12 детских поликлиник. За год построены 5 ФАПов и один офис врача общей практики. Цель 2020 года – продолжить модернизацию первичного медицинского звена. В регионе подготовлен большой проект по реформированию поликлиник, районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Всего в него включены более 80 медицинских объектов первичного звена, где проведут ремонт, а также закупят свыше 400 единиц оборудования. Однако главной проблемой до сих пор остается высокая смертность от инсультов и инфарктов. К сожалению, по этим двум направлениям многое предстоит еще сделать. Мы приняли ряд организационных мер, организационных штатных решений в течение этого года, потому что показатели, к сожалению, достигаются достаточно сложно. Но мы надеемся, что когда мы выйдем на стабильную работу и включим в работу новое оборудование, здесь подвижки будут более значительные. Несмотря на хорошие результаты по многим позициям, Сергей Морозов раскритиковал работу руководителей рабочих групп Совета региональных местных властей и сообществ. Губернатор отметил, что часто видят формальные отписки вместо реальной работы, которую зачастую не ощущают люди. Нужен постоянный диалог с населением, подчеркивает губернатор. А за неуполнение показателей нацпроектов должна наступать уголовная ответственность, добавляет он. Мы не имеем морального права халтурить, прикрываться пустыми словами, популизмом заменять свою несостоятельность и некомпетентность. Нельзя работать для людей, не советуясь с ними и тем более не включая их в работу. Власть обязана знать, власть обязана понимать, власть обязана помогать решать проблемы конкретного человека. Поддержать его в трудный момент, отвечать за свои слова, контролировать принятое решение. В 2019 году на реализацию нацпроектов региону выделили чуть больше 9 миллиардов рублей. Уже в этом году финансирование увеличивается почти на 4 миллиарда. Регион подключается к работе по выполнению задач еще одного национального проекта, связанного с производительностью труда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова